экономические санкции это плохо потому что понимаете вот это иррациональное что-то есть как бы здравое до отношения между странами компаниями бизнесом а есть что-то иррациональное что нарушает вот эту вот логичность отношений простоту их вот нам выгодно вам выгодно купить наш газ да а нам вот мы можем вам продать понимаешь вроде бы все разумно да то есть ну вы купили мы продали все нормально страну поступили деньги эти деньги внутри страны мы на них теперь можем купить любые другие товары которые нам нужны для жизни да и вдруг они перестают покупать то что им выгодно они себе но и стреты нам это иррационально поэтому ничего хорошего нет поэтому здесь на это просто будет означать что в результате ну как бы страна будет получить поступать теоретически меньше валютная выручка и от этого это скажется обязательно на курсе рубля он просто вырастет если будет меньше ходить валюты значит вырастет курс если вырастет курс на покупать способность каждого гражданина будет чуть меньше потому что товары в долларах они будут по курсу пер перерасчитаются заплату рублях останется такой же но это просто но именно так все происходит поэтому если какие-то будут у нас трудности с тем чтобы продавать наши товары в мире вот или какие-то иные там трудности в работе наших предприятий работе нашего бизнеса то конечно уровень жизни чуть в россии будет от этого снижаться это может быть инертный чуть от отложенный как бы вот нет сейчас ввели вроде мы думаем завтра хуже смотрим не хуже руль но на самом деле вот чудес не бывает это отложенная такая чуть-чуть но должна поэтому ничего нет хорошего никому надо просто общаться надо общаться лояльно дружить вот мы уже в на этой планете планета одна люди все одинаковые везде во всех странах и все и у них есть душа у всех у всех есть сердце нельзя говорить что у них эти люди все плохие эти хорошие все одинаковые по это надо просто общаться нужно общаться общеноправительство на любом так далее добиваться то есть отстаивать общаться общаться работать надо работать с каждым в своем месте вот